В этом году 30 домов в Дагестане попали под федеральную программу капремонта. Жильцы дома 39 по улице Тагиева в Дербенте недовольны ходом ремонтных работ. Они утверждают, что программу с ними не согласовали. В доме нужно поменять трубы, которым чуть меньше полувека. Однако в смете эти виды работ не указаны. Как выглядит капремонт по-дагестански, выясняла наш корреспондент Райса Тьюсупова. Дому по улице Тагиева 39 более 40 лет. Это одна из старейших панельных многоэтажек Дербента. За эти годы в нем ни разу не проводили ремонтные работы. В 2014 он попадает под региональную программу капремонта. В проекте сменить крышу, обшить дом сайдингом и установить общие приборы учета за потребление коммунальных услуг. Жители дома в недоумении, почему в проект не включили смену труб в подвале. Коммуникации насквозь прогнили. В дом не подается горячая вода, да и холодная идет исключительно по часам. Мы говорим, что с подвалом как начнут. Нам навязали трубку. С труб, канализационные трубы, водяные трубы, какие там газовые. Все абсолютно на износе. Почему? А почему делают эту облицовку? Кому она нужна, если у меня внутри дома все рушится? Трубы протекают. Они отопление пока еще не включили. Которое должно уже быть включено, отопление. Всякую дребедень, которая течет по трубам, она идет по стене. И все в конце-то концов выливается в стены. И вся вот эта сырость, этой сыростью живем мы, и этой сыростью дышат наши дети. Так выглядят подъезды дома. Это вход в подвал. И вот самая главная проблема – трубы. Жильцы возмущаются. Вместо того, чтобы обшивать дом дорогостоящим сайдингом, не лучше ли было бы потратить эти деньги с большей пользой? На дом выделено чуть больше 16 миллионов рублей. Нормальный капремонт, хотят сделать завернутую конфетку. То есть внутри все гнилое, сверху красиво завернуть эту оболочку. Дорогую конфету. Да, дорогую, красивую конфету хотят сделать. Но здесь люди не глупые, все прекрасно понимают. Если на то дело пошло, раз уже нашему дому выделили деньги, спросить у нас, у жильцов, что нам нужно. На сегодняшний день, в связи с тем, что многие вот эти наши люки, вот эти шахты уже нашими горозанами заложены. Там с внутренней стороны, где есть, и ванное помещение, туалетное помещение. И сегодня заниматься заменой, значит, стояков нереально. Это надо ломать по всем этажам, снизу доверху. Значит, все эти их стены, это нереальный вопрос. Ну, замена трубного хозяйства, подвальные части, то же самое мы будем производить в этих домах. Под федеральную программу капитального ремонта в 2014 году в Дагестане попали 30 домов. В Ботлихском районе, Дербенте, Махачкале, Каспийске и Каекенском районе. Финансирование разбито на 4 части. 46% из федерального бюджета, почти 25,5% из республиканского, около 17% из муниципального. И четвертая часть – это деньги собственников, 15%. Для граждан, чтобы это не было неожиданностью, чтобы они подготовили и в том числе софинансирование 15%, чтобы не было накладно сразу вытащить и отдавать, они за полчаса, за полгода, за 6 месяцев до проведения, письменно уведомляются. Проводится общее собрание с собственниками, на котором должны присутствовать как минимум две трети собственников многоквартирных домов. В среднем с каждой квартиры на капитальный ремонт собственники должны уплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от занимаемой площади. Деньги на капитальный ремонт собственники квартир начали платить еще с 2006 года, каждый месяц. За это время на счету у каждого накопилась определенная сумма. Эти деньги в том числе будут перечислены на работу подрядной организации, говорят представители фонда. Сложные расчеты не укладываются в головах простых жителей города. Чтобы вам не было так сложно, чтобы вам не было так больно, эти деньги будете потихонечку платить каждый месяц. В течение 10-15 лет на бумажку РКЦ будет проходить по 200-300 рублей, чтобы не было там вам нагрузка. Прошло полтора месяца. Полтора месяца прошло, сделали только кровлю и половина дома сайдинга. И сейчас каждому пришла бумажка, опять-таки оттуда с Махачкалы приехали, сказали до 1 января, до 1 декабря, чтобы каждая квартира погасила свою задолженность. Как отмечает директор фонда, возмущения по поводу софинансирования есть практически в каждом доме, попавшем под программу капремонта. Люди годами ждут, но после того, как, к сожалению, там, где хорошо местные власти работают с жильцами, этих проблем меньше. А там, где просто так, как на скорой уроке или некачественно, или такого диалога и контакта нет с жильцами, вот эти вопросы возникают. Это пожелание пред тоже органов местного самоуправления, чтобы, когда объясняешь, во всяком случае, когда я объясняю, ну как же вам не стыдно, 85 рублей, если государство платит для того, чтобы создать хорошие, нормальные условия жизни и улучшит ваши условия, в том числе вопросы безопасности, в том числе комфортные условия, вот так, когда вам неужели не жалко, жалко эти 15 рублей. Платить за капитальный ремонт жильцы дома по улице Тагиева не отказываются, но сумма уж слишком велика, чтобы оплатить целиком сразу. Они просят об отсрочке. Она возможна только в том случае, если муниципалитет возьмет на себя 2,5 миллиона рублей. Собственники, в свою очередь, выплатят эту сумму уже в бюджет города с рассрочкой. В следующем году фонд планирует провести капитальный ремонт в еще 50 домах республики. Раисат Юсупова, Гасан Байрамов, Селим Таджибов и Эльмира Байранбекова. Время новостей.